УТРО НА БОЛТКОМЕ Итак, господа Винкела, спасибо, во-первых, что нашли время с нами пообщаться, и заранее прошу прощения, если некоторые вопросы вам уже задавали несколько раз, но вы сами понимаете, что это необходимо делать. Я могу просить причине о том, что я буду разговаривать о том, о чем я разговариваю, к сожалению, с Мартом. Ну да, к сожалению, все мы об этом разговариваем. Продлена чрезвычайная ситуация, введены ограничения, вот около недели мы с ними живем, ограничения получились такие чувствительные, они касаются образования, торговли, общественного транспорта, масок, ну вот всего вот этого. Когда, вообще, насколько вот успешно, если уже можно сказать вот эти ограничения, как вам кажется, и когда, через какой срок мы можем сказать все-таки уже более объективно, работают они, эффективны они и так далее? Ну, во-первых, все ограничения, они чувствительны, потому что они в том или ином роде затрагивают нашей свободы и повседневной жизни. Значит, ограничения, и меры безопасности добавим еще, они начали вводиться уже с половины октября, и потому что приходится добавлять, опять-таки, новые ограничения, очевидно, что то, с чем мы начинали, к сожалению, не работает. Сейчас в более строгих ограничениях, которые все же еще даже все-таки не настолько суровы, как локдауны, например, Бельгии, Франции, Испании, Италии, где были введены, Значит, эффективность мы можем оценить примерно в течение двух недель. Сейчас прошла неделя. Почему мы судим, стабилизируется ситуация или нет? Нет, это по, значит, показателям заново инфицированных SARS-CoV-19 вирусом людей и тоже по числу позитивных тестов в объемах всех тестированных. Спад еще не наблюдается за последние семь дней. Мы видим, немножко-немножко тормозится прирост. Но это еще не свидетельствует в целом, что мы можем вот так с уверенностью сказать, что ограничения работают. Почему предыдущие, с вашей точки зрения, с точки зрения специалистов, предыдущие ограничения не дали результат? И какой сектор, если так можно выразиться, на сегодняшний день самый проблемный? Почему растет заболеваемость? Это школы, общественный транспорт, магазины, больницы. Что это? Так, начнем с того, что около 50% инфицированных не могут сами выявить источник заражения. Это значит, что, в принципе, половина людей могли заразиться, да, везде. И мы не можем выследить уже больше. Эпидемиологи не могут выследить. А вторая половина делится, значит, наиболее место заражения является рабочие места. И тут мы понимаем, что рабочие места закрыть невозможно. Можно, да, рабочие места можно уберечь от заражения только очень добросовестным воздействием со стороны работодателя и работника, да, соблюдая меры безопасности. Второе место, к сожалению, получается больницы. И там заражаются медики, которые работают на границе истощения в нескольких рабочих местах, как это, к сожалению, в Латвии обычно. И они даже, что получается интересно, что от медиков могут получить заражение тоже и пациенты. Обратным образом это меньше происходит, да. И тогда школы уменьшились значительно по сравнению, например, с октября, потому что большинство детей учится отдаленно. Почему эти меры не действуют? Во-первых, я бы хотела сказать, что люди, и я очень хорошо их понимаю, очень устали от этой пандемии, да, это не прекращается. Мы не видим такого четкого конца, как это все кончится. Может, вакцины, но это еще когда будет. Так что люди, конечно, как-то привыкли уже жить с этим, угрозой вируса, как, ну, в ежедневных своих жизнях. И, конечно, еще что надо сказать, что контроль надо, это как бы азбука. Если есть ограничения, их надо соблюдать. Если они не соблюдаются, должен быть применяться какой-то механизм контроля. Ну, с контролем у нас, скажем так, не на 10 по шкале 10, да. И второе еще, конечно, что... Контроль, извините, пожалуйста, контроль со стороны кого? МВД, правоохранительных органов? Ну, очевидно, правоохранительных органов или ответственных инспекций. Например, в рабочих местах контроль может производить инспекции труда, да. И мы контролируем те вещи, которые очень, с одной стороны, легко проконтролировать. Например, маски. Она есть или ее нету, да. А то, что касается, например, числа людей, которые собираются или там дистанции, это уже больше, ну, труднее проконтролировать. И последний аспект, который, мне кажется, очень тоже немаловажен, что, и тут надо признать, что правительство не было на высоте, вводя ограничения, должны были, с первого дня были известны методы компенсации, да. Вот, например, закрываем там отрасль, маникюр, подикур и там все ресницы и так далее, да, чтобы люди наверняка знали, что они там, я не знаю, в течение недели, двух недель получат финансиальную поддержку. А почему так вышло? Вы ведь тоже как в правительстве, вы, наверное, все это видели. Почему не получилось этот механизм? Во-первых, как-то казалось, что, а может быть, как-то все-таки, ну, утрясется и не придется опять-таки применять большие ограничения. И второе, это такое вот не очень координированное содействие между министерствами, да, по поводу вот этих механизмов, механизмов, механизмов поддержки. Это, конечно, в основном ответственность Министерства экономики и финансов, да. И вот как-то мы все-таки, и коллеги, жили больше в такой доктрине, а давайте фискально дисциплинированно быть, да. На мой взгляд, этот кризис такой, где больший риск кому-то недоплатить финансиальную помощь, да, или человеку, или узняемость, или бизнесу, да, чем сэкономить, да, там, смотря очень детально, вот, а вот-вот, может быть, они там какие-то налоги недоплатили. С налогонеплатильщиками надо будет разбираться после кризиса. Теперь он грозит тоже и, конечно, очень такими паскудными последствиями в плане экономическом. Министр здравоохранения Нил Звинкел у нас в эфире, нам можно позвонить, еще раз напоминаю, написать в WhatsApp, номер WhatsApp 2306191, пожалуйста, зачитаем ваше сообщение. Вы справедливо отметили, что любые ограничения чувствительны, но, конечно, вы активно пользуетесь соцсетями, видите, что сейчас это вот каким-то образом товары вот эти вот в магазинах выстрелили особым образом. И, конечно, самый распространенный вопрос, даже вот мы собирали эти комментарии, какая, какова логика, почему, каким образом запрет, например, алкоголя, уж тем более там игрушек, лампочек, я не знаю, еще чего-то может, значит, сдержать распространение коронавируса, тем более, что в пятницу все публиковали эти очереди безумные, люди скупали алкоголь. Ну, да, с очередями там безумные очереди были и в Черную пятницу, да, безумные очереди и огромные толпы людей наблюдались тоже и по простым выходным, да, что люди идут в магазины, особенно в торговые центры, как на выставки, как на место развлечения с семьями, сейчас с семьями, когда, конечно, это небезопасно. Какая логика? На мой взгляд, логика очень проста, может быть, мы ее недостаточно со стороны правительства коммуницировали. Одна логика вообще сейчас во время опять всплеска коронавируса, по возможности уменьшить контакты и мобильность населения. Это два главных цели, которые очень влиятельны на прекращение распространения вируса. Меньше контактов все равно где, или на работе, или на площадке где-то детской, или и в магазине, тем меньше возможность распространения вируса. И вот именно смотря на поведение населения в торговых центрах по выходным, было принято решение, тоже смотря, как это было делано в других европейских странах, например, закрытые стенды из издорантов и открытые шампуни, это была ежедневная реальность, например, в Бельгии в течение месяца. И у них, и при том, это было не на выходные, это было на все время. Определенные группы, которые не нуждаются вещами первой необходимости, не были доступны к продаже, чтобы уменьшить время нахождения человека в магазине. Конечно, то, как были деланы эти списки, что продается, что нет, там, должна признать, были недоработки, ошибки, которые корректировались вчера, и на эти выходные эти доступные торговли продукты будут, ну, вещи будут более логичны, например, можно будет искать, брикетис купить для отопления. Но цель, как я уже говорила, уменьшить по возможности нахождение людей в магазине. Хорошо. И еще одна, конечно, очень чувствительная и болезненная оказалась тема, это тема использования масок в школах среди младших классов. Первый-четвертый класс, 4 января все это вводится. Многие, не секрет, я думаю, для вас считают, что это тоже особого смысла не имеет. Дети в таком возрасте маски использовать не могут, не будут, проконтролировать это невозможно. Учебный процесс становится тоже достаточно бессмысленным. Каков ваш взгляд на это? Мой взгляд таков, что очень важной целью по возможности сохранить очное обучение в маленьких классах первого и четвертого, потому что по оценке педагогов отдаленное обучение именно маленьким классам очень сложное, и у детей нет навыков учиться отдаленно и самостоятельно. И не все семьи могут дома быть и помогать своим маленьким школьникам. Что касается ношения масок, то по оценкам Организации Здоровья маски сложно носятся и не рекомендуются детям до возраста 5 лет. Опять-таки в 17 странах Европы это нормальная практика, что дети из первого класса носят маски. То же самое в Америке. С первого класса они носят маски, чтобы можно было учиться в школе. Я понимаю, что родители могут негодовать, но тут именно почему этот срок был 4 января. Во-первых, если у нас всем вместе получается остановить распространение инфекции, то любая регулировка может быть пересмотрена. Но я таких огромных надежд еще на 4 января, я, к сожалению, не лелею, потому что мы видим цифры по заражению. Хотелось бы, но я не думаю, что мы достигнем оптимального результата до 4 января. Но и чтобы подготовиться, чтобы были маски доступны, и чтобы учителя тоже обучились, как помогать маленьким детям разъяснить и носить эти маски. Сейчас мы примем звонок. Выслушаем для слушателя. Доброе утро. Доброе утро. Меня зовут Юрий. По поводу ношения масок в младших классах не совсем разумно, потому что, допустим, если в классе находятся 20 детей, окно закрыто во время урока. И внутри жарко. Плюс это маска, и детям реально нечего не дышать. Не знаю, просто кто устанавливал, что там до 5 лет тяжело ребенку в маске. У меня дочки один. Ей тоже тяжело в маске. Она задыхает. И если маску держать в течение 45 минут и потом на маленький перерыв снять, то дети будут в обморок падать. Это не обучение. Вопроса у вас не будет. У вас комментарий, да, я так понимаю? Нет, это просто вот комментарий. Спасибо, поняли, да. Ну, это распространенное мнение. Ну, я могу сказать обратно. Например, те дети, которые в больницах находятся долго по сложным диагнозам, и, например, химиотерапии, они с маской и в зависимости от возраста, это их повседневная жизнь. Я думаю, что и взрослые люди, когда маски стали неотъемленной части нашей повседневной жизни, даже если мы не медики, сначала сталкивались чисто с психологическим таким негодованием и отрицанием этого факта, но вот быстро привыкли. Еще надо сказать, что в школах, помимо масок, конечно, еще есть ряд мер безопасности, например, определенное количество площади на одного ученика, чтобы не было больших классов, вот как слушатель звонил, и, конечно, тоже определенные требования к проветриванию помещений. Вот ситуация, значит, с фейками, которая стала как-то более такой громкой во время второй волны, и на прошлой неделе одной из главных новостей вообще информационного пространства было вот это видео с сотрудницей больницы Галлизерс, которая рассказывала все эти вещи, якобы разоблачая вообще коронавирус в Латвии. Во-первых, вот вы как-то хотя бы для себя разобрались, как так вышло. Одно дело, когда это распространяют там рядовые пользователи, еще кто-то. Здесь медик, который внутри находится. Как так вышло, что вот человек, и потом еще одно, кстати, видео вышло с еще одним сотрудником Галлизерса, что люди распространяют вот такую информацию? Я не могу разобраться в душевных происшествиях человека, который вне зависимости от профессии, хотя вы правильно сказали, что по отношению к медикам это еще более интересно, им такие вот выплески эмоций делает. Я знаю, что происходит в больнице Галлизерс. Это не человеческий труд просто, что делают медики. Это выгорание, это эмоциональная огромная нагрузка, это слезы, это даже до рвоты от переработания, это обстоятельства, которые никогда не были, это работы там с сверхурочными там сутками в этих комбинезонах, чтобы безопасно было и пациентам, и медикам самим. Это лапароскепические и простые операции в полной экипировке с респираторами по часам. То, что происходит в больницах, я бы пожелала любому человеку и в Латвии, и в мире самому туда не попасть, и это на своем опыту не попробовать. Почему там помощник фельдшера вдруг думает, что, не знаю, может быть, это выгорание, может быть, я не знаю, это пусть остается на совести каждого человека, который распространяет такие небылицы. Многим показалось, тоже приходилось слышать такое мнение, что и больница, и государство в лице, скорее всего, правительство, и вас не совсем внятно все-таки опровергло вот эти данные, которые прозвучали. Больница лишь как-то опубликовала в соцсетях публикации, что они отмежевываются от этого всего. Вы больше акцентировали на кипселе вот этой истории с кипселой. А тем не менее, запись очень популярна. Очень много у нее и репостов, и понятно, что такие вещи находят поддержку в обществе. Вот, может быть, стоило как-то более громко опровергнуть это все? Ну, есть несколько таких подходов, как работать с такой очевидной ложью и дезинформацией, и один из таких советов – это не продолжать мультиплитирование и рассказывание. Вот мы давайте разберем, там женщина по имени Лара придумала и рассказала. Это значит, что мне приходится еще раз это повторять, да, и потом говорить, что, в принципе, вот люди не верблют, да. И мы вот все-таки выбрали, ну, больница выбрала, это не распространяется на министерство. Выбрали все-таки такой подход, что просто показывается ежедневная работа больницы. И можно, например, на ТВ-нет и посмотреть там очень-очень эмоциональный, мне кажется, такой визуально впечатлительный репортаж от одного дня в больнице Гайльзерс, именно в клинике, о которой была речь, да, клинике сепсиса и тяжелых инфекционных болезней. И посмотрите, если есть возможность, да, эти кадры просто, они, ну, до слез доводят, да. И если кто-то говорит, что это фейки, там, я не знаю, инсценировалось это все, тогда посмотрите еще раз эти кадры. Еще звонок сейчас примем радиослушателе. Доброе утро. Доброе утро. Пожалуйста, вопрос ваш. У меня к министру будет два вопроса. Первый вопрос, как может быть такая ситуация, то, что вот в семье один заболевший с позитивным тестом, два ребенка и второй взрослый, как бы давали два раза в течение трех недель тест, и он всегда был негативный. Это первый вопрос. А второй вопрос, вот министр же рассказывал про очень тяжелую ситуацию в больницах у сотрудников. Какие вот мотивирующие системы, там, я не знаю, поддержки конкретно для медиков? Спасибо большое. Да. При том, что отдельно дома позитивные и там дети, если я правильно поняла, не инсценированные. Например, и второй взрослый. И слава Богу, что так, чтобы так и оставалось, я желаю от всего сердца. То, что про детей, вот именно по публикациям, исследованиям, это факт, что дети, они инфицируются, но они инфицируются реже, и возможность, ну, тоже инфицирования детей, потом взрослых, тоже ниже, чем между взрослыми. Ну, может быть, люди очень тщательно соблюдают те рекомендации Центра контроля болезни, да, динфицируют, не находятся в близком контакте. Это, конечно, сложно осудить о конкретной ситуации. По поводу мотивации медиков, значит, было и весной, но тогда у нас было, конечно, там пару десятков только заболевших, да, в больнице, ковидом. Сейчас мы вчера говорим вот о 709 больных в больницах. Значит, стопроцентной будет доплата к окладу. Да, вчера озвучено было, да. На это вчера отвелось 32 миллиона евро на два месяца. Мы считаем, что, ну, объем будет, к сожалению, еще только простить, даже если, ну, не если, даже после того, когда нам получится это инфицирование и опять замедлить, да, как говорится, хвост заболевших, да, он еще будет длиться примерно 4 недели, да. И, конечно, значит, это финансиальная поддержка. Непрерывно улучшаются тоже возможности и лечения, закупаются аппаратуры, чтобы было бы удобнее и дезинфекции проводить, чтобы было полегче людям работать. И еще мы приготовили такую помощь, психологическую, программу психологической помощи, которая будет предлагаться не только медикам, но и населению в целом. Потому что именно расстройство психического здоровья, оно одно из очень серьезных и долгосрочных побочных явлений, которые отражаются на общество. И вот в следующую неделю представим правительству на рассмотрение эту программу психологического и психического помощи и населению, которое, я надеюсь, будет тоже одобрено. Министр здравоохранения Илза Винкел у нас в эфире. Вот по поводу 700, более 700 уже госпитализированных, как мы все понимаем, вот это наиболее такая проблемная история. И возвращаясь, кстати, к этим фейкам, вот то, что было озвучено, что якобы уже на Кипселе там готовится этот павильон, выставочный зал для того, чтобы госпитализировать людей. Вы это опровергли, но тем не менее, мы, конечно, помним, что вы же сами где-то месяц назад сказали, что это возможно в принципе, что это не произойдет завтра, но в принципе использование Кипсела возможно. В целом я объединю это все. Вопрос таков, вот каков вообще план? У нас увеличивается количество заболевших. Вы, кажется, сказали, что тысячу мест можно обеспечить. Ну вот, допустим, мы перевалим за эту тысячу. Что нас ждет и вообще каков наш план? Наш план, во-первых, остановить распространение коронавируса, потому что мы можем разбивать новые койки для коронавирусных пациентов и в больницах. У нас более 8 тысяч больничных койок по Латвии, в больницах, разного уровня больниц. Теоретически, конечно, их можно, хотя и всех перепрофилировать на COVID, но мы знаем, что есть люди, инсульты, инфаркты, онкологические заболевания, неврология, травматология и что только. Так что это должно рассматриваться в комплексе, что прекращение другой помощи, конечно, это недопустимо. Мы можем на какое-то время приостановить плановую помощь, которая была, где можно, например, на две недели отложить операции, но в принципе это не решение. Основной план таков, что мы все-таки рассчитываем на стабилизацию ситуации в течение месяца, и этот месяц мы можем, ну как говорится, перебиться, еще разворачивая дополнительные места в больницах. Потому что тип сала, оно в принципе-то не решение. Это люди там будут под крышей и в больничных кроватях, а персонал-то, откуда персонал туда переброс. Так что именно потому наш основной план все-таки наращивать возможность размещения COVID-пациентов в больницах. На это тоже вчера было отведено финансирование в объеме 8 миллионов евро. То, что значит мы просто подкупаем необходимое оборудование, чтобы можно было приспособить уже те ресурсы, которые есть в наших больницах за счет ограничения плановых услуг на некоторое время. Хорошо. Давайте еще один звонок сейчас примем. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Еще раз. Доброе утро. Доброе утро. Пожалуйста, вопрос. У меня к вашему гостю вот три коротких вопроса. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, в Министерстве здравоохранения сколько работников имеют медицинское образование? Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вы говорите отложить плановую операцию на две недели. Человеку в апреле была запланирована операция с щитовидной железы. В апреле не сделали, перенесли на декабрь. Теперь перенесли неизвестно на когда. О каких двух неделях вы говорите? Вы людей губите. И третий вопрос. Почему в Латвии за целый год не построено ни одного специализированного помещения для больных ковидом? И не обучены люди под этот, по примеру, российская... Россия, которая, посмотрите, что творит, она делает десятки тысяч коих новых помещений. Поняли вас. Спасибо. Здорово. Рада за Россию. Но то, что я бы хотела сказать, я бы не хотела ни жить в России сейчас, не быть в той ситуации, которая в ковиде. Посмотри, какие числа. Я вообще не знаю, где надо жить, чтобы думать, что Россия – это какой-то пример именно по ковиду, я думаю. Да, там эти огромные числа зараженных людей и там очередя скорыми помощями. А я вообще не знаю. Ну, ладно. По тому, сколько... Я не поняла вопрос. Это распространенный вопрос. Медики с медицинским образованием? Да, да. Все медики с медицинским образованием. Это довольно просто понятие. По поводу того, надо ли строить новые госпиталя. Вот в такой стране, которая не контролирует ситуацию с ковидом, где эти взрывы настолько огромные, в тех таких и надо строить новые помещения. Мы пока можем обойтись с ресурсами, которые есть. У нас такой необходимости нет? Пока нет. Я надеюсь, не будет. По поводу образования – это такой, конечно, каверзный вопрос, но очень много кто его спрашивает. Речь идет о работниках именно Министерства здравоохранения. Очень многие интересуются вот вашим образованием. Тоже спрашивают, а какое у госпожи Винкела образование? Является ли оно медиком? Неплохое образование. У меня два магистра. Один по собедри без веселой, и второй по веселой без воды. Именно организация и руководство системы здравоохранения. По поводу вакцинации тоже, конечно, очень многих интересует. Важная тема. Вчера, если не ошибаюсь, был озвучен срок второй квартал будущего года. Я так понимаю, что он более реальный. Ну, конечно, масса вопросов насчет вакцинации. Во-первых, насколько она будет эффективна. То есть там разные есть варианты. Человек сделал вакцину, заболел еще раз. Может ли такое быть? Нужно ли тогда делать вакцину? Будет ли она вот… То есть, понятно, объявляется о том, что она не будет обязательной, но тем не менее, например, при определенных обстоятельствах, перелет, посещение чего-то, могут ли потребовать эту вакцинацию? Можете рассказать об этом? Так, по поводу эффективности. Значит, сейчас на подходе примерно в целом 7 производителей вакцин, которые уже на финишной отметке. Две вакцины уже подали эти формы регистрации в Европе. Чтобы понять, если европейское агентство за лекарства регистрирует вакцину, она безопасна. Это очень-очень тщательные и такие очень строгие процедуры проверки безопасности вакцины. Значит, если она будет регистрирована в Европе, то она безопасна для пользования. О эффективности. Эти разные производители сейчас публикуют данные своих этих клинических… Исследований вы имеете в виду? Исследований, да, спасибо. Клинических исследований. И, значит, там эффективность варьирует. Есть вакцины, которые показывают эффективность более 90%. Есть такие, где это колеблется в рубежах 75%. Чтобы понять, например, грипповый вакцин, он эффективен в рубежах от 65% около этого рубежа. И мы им пользуемся, потому что это все равно достаточно эффективно. Так, это про эффективность вакцины. Можно ли еще раз заболеть, если вакцинирован? Это мы не знаем, да, потому что этих вакцин еще нет. Так что это такие пока еще вопросы, на которых нет точного ответа. Вы сами делились новостью о том, что бывшие американские президенты согласились быть в первых рядах тех, кто вакцинируется. Конечно, не могу не спросить, вы будете готовы быть в первых рядах, кто вакцинируется от коронавируса? Я, в принципе, знаю, что я буду вакцинироваться. Но тут надо смотреть, чтобы не получилось так, что правительство без очереди получает вакцины. И если это будет признано целесообразным, что правительство, премьер, министр здоровья своим примером показывает, что мы не боимся быть вакцинированы, чтобы не было каких-то домыслов людей вакцинируют, а сами там боятся. Но да, я когда будет, возможно, однозначно буду вакцинироваться. Еще выслушаем радиослушателя. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу два вопроса задать. Да, пожалуйста. Я слушала линии академика Каулинча, который говорил, что с твоими предложениями обращался неоднократно в министерство здравоохранения, и никто их слушать не захотел. Так ли это? Второй вопрос. Я сама ведработник и работаю в больнице. Нам очень тяжело реально. Неправильнее ли было открыть отдельно другие больницы для ковидных больных, а не смешать все вместе, потому что у нас оперированы после операции сердце, а на шестом этаже у нас ковидное отделение, и все перемешиваются, и мы не можем так инфекцию остановить. Вот, например, шестая больница закрыта. Может, еще какие-то больницы закрыты. Там нужно было открыть отдельные, чтобы там только лежали больные, и с ними работал отдельный медперсонал, который потом не шел к чистым больным и не разносил инфекцию. Вот как вы на это смотрите? Спасибо. Вы услышали хорошо? Да, я услышала хорошо. Начнем с второго. Академика Калвинча. А, ну, второго, да. Академика Калвинча. Я не знаю именно, с какими обращался Академик Калвинч в предложении. У него бывают довольно эксцентричные предложения тоже. Так что это я не смогу ответить, не в курсе дела об этих предложениях. Про отдельные больницы. Ну, по возможности это было концентрировано, пока больных не было в таком количестве, как сейчас, распространение вируса было меньше по стране, это было концентрировано в латвийском инфекционном центре, но когда уже количество больных настолько большое, да, из заражений, то концентрация в одной больнице, она, ну, почти невозможна. Ну, представьте, например, человека из резек, да, вести там, например, если это было в Риге на две недели лечения. И второе, что говорят наши эксперты, что, к сожалению, реальность такова, что медики должны каждого пациента, который приводится в больницу, сначала воспринимать как потенциально ковид-инфицированного, да, и потому организуется работа так, что берутся тесты, когда человек, ну, приводится в больницу. Если ситуация неотложна, конечно, его оперируют, если это нужно, да, но если нету еще ответа теста, то, ну, его оперируют как потенциально ковид-пациента, да, применяя самые высокие меры предосторожности. Угу. Еще у нас очень много звонков. Доброе утро. Доброе утро. Я позвонила еще раз, потому что я не услышала ответа ни на один вопрос. Ну, коротко только. Знаете, министр, что у болезни есть ингубационный период, и делаем результаты анализ отрицательный, и через три дня мы делаем повторно, а у него положительный, а там уже персонал у него побывал. Знаете ли это министр? Я знаю, я очень хорошо знаю, что происходит в больницах, и я очень хорошо знаю, насколько очень трудно сейчас медикам. И именно поэтому я и говорю, что, ну, это наша общая задача, ну, соблюдать меры предосторожности, чтобы инфекция не распространялась, и нашим медикам было бы проще работать. И еще, слава богу, что эти процедуры и алгоритмы, которые соблюдаются в больницах, это не устанавливается министром. Это делается именно медиками, консультируясь именно с каждой больницей отдельно, и медики сами на месте знают лучше, чем это может. Я не могу административным таким указом сказать, как всем больницам быть, потому что сама больница знает, как лучше организовывать работу. По поводу прогнозов, понятно, что это такое дело часто неблагодарное, но все-таки можно ли сказать, какова вероятность, что 11 января чрезвычайную ситуацию продлят, или, по крайней мере, когда об этом уже можно будет говорить? И вообще, долгосрочные прогнозы, вы все-таки внутри находитесь, всей этой информационной истории, может ли быть третья волна, может ли к нам прийти то, что мы наблюдаем у соседей литовцев, не было бы это логичным, то есть то, что мы рядом, и все это перекочевывает к нам. Что вы можете сказать? По поводу прогнозов, значит, чисто юридически по процедурам чрезвычайная ситуация не может продолжаться бесконечно и правильно, потому что это все-таки связано с балансом власти, чтобы у нас парламентарная республика, чтобы кабинет министров не доминировал над парламентом, значит, это не можно продолжать бесконечно. То, что после 11-го определенные ограничения и меры безопасности останутся, это наверняка, да, это будет относиться, например, к числу мероприятий, возможности производить мероприятия, так что это останется, и мы видим и в тех странах, где локдауны были эффективны, все равно остаются определенные меры, которые соблюдаются. Но по поводу второй, еще третьей волны, вот профессор Думпис, наш главный инфектолог, вчера информировал, что там был какой-то большой форум ученых и экономистов, которые, анализируя ситуацию, говорили, что ковид еще в январе и феврале может дать там последнюю битву перед вакцинами, так что расслабляться до вакцин, что значит до конца следующего года мы, в принципе, в полной мере не сможем. Но вы вчера сказали, что нам нужно продержаться два месяца. Нам нужно продержаться два месяца, когда мы начинаем вакцинировать наших медиков. Я надеюсь, что эти поставки вакцин по закупкам Евросоюза будут. Они, к сожалению, отложились. Было планировано, что уже в декабре поступят первые вакцины, но вот еще не регистрированы. И что очень важно, очень важно, целесообразно использовать конец года, эти две тихие недели, когда и само по себе очень сокращается активность, и многие рабочие места идут на каникулы. И вот нам надо было бы это время использовать очень радикально, уменьшив свои контакты и передвижения вокруг. Это самое эффективное, чтобы уменьшить распространение инфекций. К сожалению, никаких баллов, никаких больших гостей не может быть в этом году. Спасибо, госпожа Винкелла. Время наше подошло к концу. Желаем вам успехов. Еще отмечу, что половину этого разговора в кадре госпожи Винкелла провел ее кот. Так что смотрите наше видео на Ютубе, и вы тоже это увидите. Спасибо вам еще раз, хорошего дня и до свидания. И всем здоровья.